Декрет о создании ВЧК Дзержинский, конечно же, был очень противоречивым человеком. В нем странно сочеталось стремление к добру и способность творить зло. Скульптор Евгений Вучетич был профессионал и тогдашний социальный заказ выполнил на пять с плюсом. Писал прозаик Георгий Владимов о памятнике председателю ВЧК, некогда стоявшем в центре Москвы. Дзержинский – это страсть, иступление, изнутри сжигающая вера и готовность все отдать и саму жизнь на благо трудящегося человечества. Он даже с некоторой брезгливостью взирал на брежневскую хлюпающую трясину, и на строгом его лице можно было прочесть. «Не знаю, не знаю, что у вас происходит, а с нашей стороны ошибок не было. Мы все сделали как надо». Дзержинский по сей день остается демонической фигурой, окутанной множеством мифов и слухов. Чем только его не подозревают. Даже в инцесте запрещенной любви к самым близким родственникам. Феликс Эдмундович родился 30 августа 1877 года в имении Дзержинова, Ашмянского уезда Веленской губернии. Ныне это Столбцовский район Минской области. В семье мелкопоместного дворянина. У его матери Хелена было 8 детей. Альдона, Станислав, Казимир, Едвига, Игнатий, Владислав, Феликс, Ванда. Говорят, будто юный Феликс безумно влюбился в сестру Ванду, а девочка не отвечала ему взаимностью. Охваченный безумной ревностью, Феликс, страстное и импульсивное отрождение, застрелил ее из отцовского ружья. Есть и другая, не менее ужасная версия смерти девочки. Однажды братья Феликс и Станислав решили пострелять по мишени. Вдруг на линии огня появилась сестренка Ванда. Ей было всего 14 лет. Чья именно пуля убила ее, Феликса или Станислава, осталась неизвестным. Вот что точно известно, так это трагическая история Станислава Дзержинского. Он работал в банке и в 17-м году его убили. Феликс Дзержинский, побывав в родных местах, писал о судьбе брата. Бедный Стась пал жертвой трусости других. Ему давали на сохранение деньги. Грабители знали об этом. Знали также, что у него есть оружие и собака, и что он отбил бы всякое открытое нападение. Но они обманули его. Они попросились, чтобы он предоставил им ужин и ночлег и убили его. Им не удалось ничего украсть, так как служанка выскочила в окно, и ее брат пришел на помощь. Дзержинский выкопал коробку с семейными ценностями, спрятанную старшей сестрой Альдоной, но оставить их у себя не решился. Сдал в банк и вернулся в Петроград, чтобы принять участие в Октябрьской революции. Теперь подозревает, что и к Альдоне Дзержинской Феликс относился подозрительно нежно, о чем вроде как свидетельствуют его письма, заботливо хранимые в партийном архиве. Старшая сестра была его наперсницей все предреволюционные годы, когда его сажали то в одну тюрьму, то в другую. Вот одно из таких посланий адресовано Альдонием. «Я хотел бы увидеть тебя, и, может быть, лишь тогда ты почувствовала бы, что я остался таким же, каким был в те времена, когда я был тебе близок не только по крови». Впрочем, этим словам есть иное объяснение. Альдона, как старшая из детей, раньше всех стала самостоятельной, вышла замуж и заботилась о Феликсе, когда он находился в заключении. И близки брат с сестрой были не в интимном смысле, а в духовном. Это письмо Дзержинский отправил сестре 15 апреля 19-го, уже в роли председателя ВЧК, наводившего страх на всю Россию. «Я остался таким же, каким и был, хотя для многих нет имени страшнее моего. И я чувствую, что ты не можешь примириться с мыслью, что я – это я, и не можешь меня понять, зная меня в прошлом. Ты видишь лишь то, что доходит до тебя, быть может, в сгущенных красках. Ты – свидетель и жертва молоха войны, а теперь – разрухи. Из-под твоих ног ускользает почва, на которой ты жила. Я же, вечный скиталец, нахожусь в гуще перемен и создания новой жизни. Ты обращаешься своей мыслью и душой к прошлому. Я вижу будущее и хочу, и должен сам быть участником его создания». Это письмо оправдания. Руководитель карательного ведомства пытался объяснить сестре, почему он так жесток. И в самом деле, как идеалист и романтик, ненавидевший жандармов, провокаторов, фабрикацию дел, неоправданно суровые приговоры, пытки, тюрьмы, смертную казнь, как такой человек мог стать председателем ВЧК? Телекс учился в гимназии, но учебу не закончил. И на работу устраиваться не стал. В 18 лет вступил в социал-демократический кружок, потом в партию «Социал-демократия Королевства Польского и Литвы». С этого момента и до 17-го года Дзержинский занимается одной только партийной работой. «Профессиональный революционер», так это тогда называлось. Для него существовала лишь революция, одна только революция и ничего, кроме революции. Характер такой. С того момента, как он пришел в революционную деятельность, на свободе почти не был. Шесть лет провел на каторге и еще пять в ссылке. Иногда в кандалах, иногда в одиночке, иногда в лазарете. Жандармы предлагали ему свободу в обмен на сотрудничество. Отказывался. Готов был к худшему. Явно не отрекся бы от своей веры и на эшафоте. «Как я хотел бы, чтобы меня никто не любил», – писал экзальтированный юноша Альдонид Дзержинский. «Чтобы моя гибель ни в ком не вызвала боль. Тогда я мог бы полностью распоряжаться самим собой». Его единомышленников пороли розгом и приговаривали к смертной казни и вешали. Другие умирали от туберкулеза или в порыве отчаяния кончали жизнь самоубийством. «Да разве мог он об этом забыть?» «В ночной тиши я отчетливо слышу, как пилят, обтесывают доски», – записывал он в дневнике 7 мая 1908 года. «Это готовит виселицу», – нелькает в голове. «Я ложусь, натягивая одеяло на голову. Это уже не помогает. Сегодня кто-нибудь будет повешен. Он знает об этом. К нему приходят, набрасываются на него, вяжут, затыкают ему рот, чтобы не кричал. А может быть, он не сопротивляется. Позволяет связать себе руки и надеть рубаху смерти. И ведут его, и смотрят, как его хватает палач. Смотрят на его предсмертные судороги. И, может быть, циническими словами провожают его, когда зарывают труп, как зарывают падали». Он полагал, что нет оснований быть снисходительным к тем, кто держал его и его единомышленников на каторге. Тем более в годы гражданской войны. В борьбе ни на жизнь, ни на смерть он не считал себя связанным какими-то нормами морали. Это одна из причин, объясняющих, почему на посту главы ведомства госбезопасности Дзержинский был жесток и беспощаден. Он сидел бы в тюрьмах вечно, но его, как и других политических заключенных, освободила февральская революция. 18 марта 1917 года он писал жене из Москвы. «Уже несколько дней я отдыхаю почти в деревне, в Сокольниках, так как впечатление и горячка первых дней свободы и революции были слишком сильны, и мои нервы, ослабленные столькими годами тюремной тишины, не выдержали возложенной на них нагрузки. Я немного захворал, но сейчас, после нескольких дней отдыха в постели, лихорадка совершенно прошла, и я чувствую себя вполне хорошо. Врач также не нашел ничего опасного, и, вероятно, не позже, чем через неделю, я вернусь опять в жизнь». Дзержинский участвовал в том историческом заседании ЦК партии большевиков 10 октября 1917 в Петрограде, где было принято решение о подготовке вооруженного восстания. Именно в тот день он предложил создать для политического руководства на ближайшее время политическое бюро из членов ЦК. Предложение Дзержинского понравилось. Политбюро существовало до августа 1991. 20 декабря 1917 Дзержинский получает свое главное задание – сформировать и возглавить ВЧК. Почему выбрали именно его? «Наверное, исходили из того, что он человек надежный, неподкупный, равнодушный к материальным благам. Его считали аскетом, поражались его целеустремленности и принципиальности. При всей его порывистости и эмоциональности он старался обуздывать свою натуру. После побега из ссылки записал в дневнике. «Жизнь такова, что требует, чтобы мы преодолели наши чувства и подчинили их холодному рассудку». Был у него очевидный интерес к следственной работе и испепеляющая ненависть к предателям. Сидя в тюрьме, пометил в дневнике. «Все сидящие рядом со мной попались из-за предательства. Шпионов действительно много. Здесь так часто сменяют товарищей по камере. Редко кто сидит один. Большинство сидит по два человека. А есть камеры, в которых сидят по трое и больше. Что цель этого становится очевидной. Дать возможность неразоблаченным шпикам узнать как можно больше. Несколько дней тому назад я увидел в окно бесспорно улеченного в провокации на прогулке с вновь прибывшим из провинции. Я крикнул в окно. «Товарищ, гуляющий с тобой известный мерзавец, провокатор». Еще в дореволюционные годы Дзержинскому товарищу по партии доверяли выявлять среди большевиков провокаторов, внедренных в полицию. Он вел следствие методично и почти профессионально. На третий или четвертый день после февральской революции на трибуну пробрался исхудалый бледный человек, вспоминал Вацлав Сольский, член Минского совета рабочих и солдатских депутатов. На нем под изношенным пиджаком была нательная рубашка с черными полосами. Он сказал «Моя фамилия Дзержинский, я только что из тюрьмы». Дзержинский говорил, что для революционера не существует вообще объективной честности. «Революция исключает всякий объективизм. То, что в одних условиях считается честным, не честно в других. А для революционеров честно только то, что ведет к цели». Возглавить карательное ведомство? Даже среди активных большевиков не всякий взялся бы за такую задачу. Это эсеры легко брались за оружие, занимались террором, убивали министров и жандармов. До революции большевики терроризм не поощряли. В октябре взяли власть почти без крови. И в конце 17-го о терроре еще никто не думал. Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем большевики создавали в основном для того, чтобы справиться с армией чиновников, которые бойкотировали новую власть и саботировали распоряжение Совета народных комиссаров. Но руководители партии быстро поняли цену органам госбезопасности как важнейшему инструменту контроля над страной. Дзержинский не считал ВЧК контрразведкой или политической полицией. Он видел в ВЧК особый орган, имеющий право самостоятельно уничтожать врагов. «Работники ЧК – это солдаты революции», – писал Дзержинский. «И они не могут пойти на работу розыска шпионства. Социалисты не подходят для такой работы. Боевому органу, подобному ЧК, нельзя передавать работу полиции. Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно». Дзержинский считается непрофессионалом, но это он ввел внутрикамерную разработку заключенных. К ним подсаживали агентов, которые выведывали то, о чем на допросах арестованные не говорили. Этому он научился у царских жандармов. Когда он сидел в тюрьме, провокаторы его возмущали. Когда сам стал сажать, мнение изменилось. На заседании коллегии ВЧК 18 февраля 1918 года было принято решение использовать секретных сотрудников только по отношению к спекулятивным сделкам. К политическим же врагам эти меры не принимаются. Борьба ведется чисто, идейным содействием советских элементов. Ровно через месяц на новом заседании коллегии было принято постановление, которое запрещало чекистам использовать провокации. Но благие намерения испарились при столкновении с реальностью. Следствие с первого дня было основано на внедрении в ряды противника агентов-провокаторов. Доносчиков, осведомителей, секретных агентов ценили как главный инструмент следствия. Настоящего расследования не проводили. Для этого не было ни времени, ни умения. Поэтому от следователя требовалось одно – добиться признания. А подсадными утками оперативные работники пользуются и по сей день. Пробыв 11 лет в тюрьмах и на каторге, Дзержинский лучше других знал, как действует репрессивный аппарат. С одной стороны, он брезговал опускаться до уровня царской охранки. С другой – хорошо помнил, с какой легкостью ему и его товарищам удавалось обманывать царских полицейских и тюремщиков. И не хотел повторять ошибок своих противников. «В Бутырках» – инструктировал Дзержинский, управляющего делами ВЧК Генриха Григорьевича Ягоду и начальника секретного отдела Тимофея Петровича Самсонова. «Надо изменить совершенный режим. Не должно быть общения коридора с коридором. Двери с коридора и на двор должны быть заперты. Прогулок по коридору и скопищ не должно быть. Камеры могут быть открыты только для пользования уборной». Когда вспыхнула гражданская война, началась и эпоха массового террора. Невероятное ослабление и презрение к человеческой жизни, воспитанной Первой мировой, умножились на полную безнаказанность, рожденную двумя революциями. Уничтожение врага считалось благим делом. А вот кто враг, в гражданскую каждый решал сам. Местные руководители ЧК сами решали, кого арестовывать и расстреливать. Для расстрела было достаточно анкетных данных. По телефонным и адресным книгам составлялись списки капиталистов, бывших царских сановников и генералов, после чего всех поименованных в них лиц арестовывали. Чрезвычайные комиссии расправлялись с бывшими офицерами, с иностранцами, подозреваемыми в шпионаже. «И в стране с ужасом заговорили о кожаных людях. Сотрудники ВЧК носили кожаные куртки. Им раздали обмундирование, предназначенное для военных летчиков. Это был подарок антанты российской армии, найденной большевиками на складах в Петрограде. Куртки чекистам нравились не потому, что они предчувствовали моду на кожу. Все проще. В кожаных куртках не заводились вши. В годы войны и разрухи это было очень важно. Вши – переносчики тифа, который косил людей на фронте и в тылу». «Почему от вас так отвратительно пахнет?» «Ну что ж, пахнет. Известно по специальности. Вчера котов душили-душили. Душили-душили». Дзержинский заложил основы кадровой политики в ведомстве госбезопасности, назвав главным качеством преданность. Выбирать между, безусловно, нашим человеком, но не особенно способным, и не совсем нашим, но очень способным, у нас в ЧК необходимо оставить первого. В аппарат госбезопасности нередко попадали весьма сомнительные люди, в том числе малограмотные. В учетной карточке одного из председателей Петроградской ЧК, Семена Семеновича Лобова, в графе образования было написано «Не учился, но пишет и читает». Это не мешало его успешной карьере. Лобов пошел в гору после того, как в одну ночь арестовал в Петрограде 3000 человек. 3 апреля 1801 года император Александр I разрешил своим подданным свободный выезд за границу. Большевики вновь запретили людям уезжать из страны и возвращаться домой без разрешения органов госбезопасности. 6 июня 1920 года Наркомат иностранных дел утвердил инструкцию о заграничных паспортах. В обстоятельствах исключительного времени для выезда требуется разрешение особого отдела ВЧК. Это правило действовало до 1991 года. Председатель Всероссийского союза журналистов Михаила Андреевича Саргин был арестован, когда он вошел во Всероссийский комитет помощи голодающим по Волжье. На допросе следователь задал ему обычный в те годы вопрос. Как вы относитесь к советской власти? С удивлением, ответила Саргин. Буря выродилась в привычный полицейский быт. Любопытно, что не Дзержинский руководил подавлением кронштадтского мятежа и крестьянского восстания в Тамбовской губернии. Хотя это ему полагалось по должности. Дзержинский, вспоминал Федор Иванович Шаляпин, произвел на меня впечатление человека сыновитого, солидного, серьезного и убежденного. Говорил с мягким польским акцентом. Когда я пришел к нему, я подумал, что это революционер, настоящий фанатик. В деле борьбы с контрреволюцией для него, очевидно, не существует ни отца, ни матери, ни святого духа. Но в то же время у меня не получилось от него впечатления простой жестокости. Он, по-видимому, не принадлежал к тем отвратительным партийным индивидуумам, которые раз и навсегда заморозили свои губы в линию ненависти и при каждом движении нижней челюсти скрижащут зубами. Дзержинский не был патологическим садистом, каким его часто изображают кровопийцей, который наслаждался мучениями своих узников. Он не получал удовольствия от уничтожения врагов, но считал это необходимым. Дзержинского, вспоминала известная деятельница коминтерна Анжелика Балабанова, называли фанатиком и садистом. Его внешний вид и манеры были, как у польского аристократа или священника-интеллектуала. Не думая, чтобы вначале он был жесток или равнодушен к человеческим страданиям. Он был просто убежден, что революцию нельзя укрепить без террора и преследований. Но уж очень быстро он привык к тому, что вправе лишать людей жизни. 2 августа 21-го, уже после окончания гражданской войны, Феликс Эдмундич приказал начальнику всеукраинской ЧК Василию Николаевичу Манцеву. Ввиду интервенционистских подготовлений Антанты, необходимо арестованных петлюровцев-заговорщиков, возможно, скорее и больше уничтожить. Надо их расстрелять. Процессами не стоит увлекаться. Время уйдет, и они будут для контрреволюции спасены. Поднимутся разговоры об амнистии и так далее. Прошу вас вопрос этот решить до вашего отпуска. Иначе, говорят, Дзержинский приказал казнить людей без суда и следствия. И ведь понимал, что этих людей могут амнистировать. Пример Дзержинского показывает, что самый субъективно честный человек не может подменять собой закон. Феликс Эдмундч твердо был уверен, что уж он-то, прошедший через тюрьму и ссылки, справедлив и зря никого не накажет. И, наверное, не думал о том, что присвоив себе право казнить и миловать, и позволив другим чекистам выносить смертные приговоры, он создал систему полной несправедливости. В марте 1918 года по предложению председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого в Петрограде было решено не применять смертной казни даже в отношении преступников, совершивших тяжкие преступления. Урицкий был одним из немногих людей, которые тяготились работой в ЧК и не хотели брать на себя грех репрессий. Его убили. Последующее поколение руководителей чекистов гордились своей работой и нисколько не страдали, подписывая расстрельные списки. В Гражданскую многие обильно проливали кровь, но служба в ЧК расстрельные дела оказались тяжелым испытанием. Не у каждого психика выдерживала. После войны наступила расплата. После окончания Гражданской войны вспыхнула своего рода эпидемия самоубийств среди ответственных работников. Говорили о физической изношенности старой гвардии. Эмма Герштейн, писатель и историк литературы, отдыхала в доме отдыха на озере Синиш. Молодой человек-комсомолец рассказывал о нервозности, присущей его боевым товарищам. У одного дрожат руки, другой не может спать, если в щелочку пробивается свет. Третий не выносит резких звуков. Все это результат Гражданской войны, а может быть и работа где-нибудь в разведке или просто в ЧК. Между прочим, у этих комсомольцев, сколько я их не встречала, была одна и та же излюбленная тема. Воспоминания о первой жене комсомолки, почему-то бросившей их. Покинутые мужья грустили. Вероятно, они оплакивали не своих ушедших подруг, а половодье первых лет революции. Мне рассказывал бывший политрук пограничных войск. Служил он где-то на южной границе. Он говорил, что красноармейцы никак не могут войти в берега мирной жизни. К вечеру закружится кто-нибудь на месте, приставит револьвер к виску и кричит. Хочешь – удухну. И при том без всякой видимой причины. Люди совестливые, люди с тонкой нервной организацией, те, кто не хотел карать, после Гражданской покинули ведомство госбезопасности. Скинули кожанки и с охоты вернулись к мирной жизни. Перешли на работу в экономику, считая, что после войны масштабы репрессий должны закономерно сократиться. Остались те, кто нашел себя на этой работе. К ним присоединилось молодое пополнение, не испытывавшее моральных затруднений. Жестокость, ничем не сдерживаемая, широко распространилась в аппарате госбезопасности. Тем более, что беспощадность поощрялась с самого верха. За либерализм могли сурово наказать, за излишнее рвение слегка пожурить. В начале 1922 года Дзержинского командировали в Сибирь выколачивать хлеб из крестьян. Хлебозаготовки, а в реальности ограбления крестьян, проводились самым варварским образом. С крестьянами, которые не желали отдавать хлеб, обращались как с преступниками. По пути из Новониколаевска Дзержинский, недовольный слабонервными помощниками, писал заместителю наркома путей сообщения Леониду Петровичу Серебрякову. Красная армия, видящая, как сажают раздетых в подвал и в снег, как выгоняют из домов, как забирают все, разложилась. Необходимо прислать сюда товарищей, бывших в голодных местах, чтобы они рассказали красноармейцам ужасы голода, чтобы в их душах померкли ужасы продналога в Сибири и поняли, что так надо было поступать. Иначе ведь армия, наша крестьянская, не вылечится от увиденных ею образов. Добравшись через неделю до Омска, главный чекист страны откровенно признался жене. Я должен сосредоточить всю свою силу воли, чтобы не отступить, чтобы устоять и не обмануть ожидания республики. Сибирский хлеб и семена для весеннего сева – это наше спасение. Здесь очень тяжело. Несомненно, что моя работа здесь неблагоприятствует моему здоровью. В зеркале вижу злое, нахмуренное, постаревшее лицо с опухшими глазами. Корни жестокости Дзержинского, как и некоторых других руководителей госпезопасности, будут потом искать в его нерусском происхождении. Дескать, поляку русских не жал-то. Вот своих бы он не сажал. Говорить так, значит, вовсе не понимать этих людей. Дзержинского этническое происхождение не интересовало. В 20-м году, когда Красная Армия надеялась разгромить польскую армию войти в Варшаву, Дзержинский возглавил польское бюро ЦК. Ленин уже прикинул состав будущего польского правительства, включив в него первым номером Феликса Идмундича. «Странные чувства рождаются во мне при приближении к Варшаве», – писал Дзержинский жене. «Это опасение, что Варшава сейчас уже не та, какой она была раньше, и что, быть может, встретит нас не так, как мы бы желали. По-видимому, ЦК Компартии Польши не сумела владеть ни массами, ни политическим положением». В той среде, в которой вырос Дзержинский, национальные чувства были очень сильны. Польская интеллигенция стремилась к независимости, к отделению от России, к созданию своего государства. Он вспоминал, «Мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей». Но повзрослевший Дзержинский пошел за Розу Люксембург, которая принадлежала к основателям небольшой социал-демократической партии Польши и Литвы. Они вместе, неуклонно отстаивая единство польских и русских рабочих, боролись с националистической партией будущего маршала Юзефа Пилсудского. Уже в конце жизни Дзержинский в одном из писем скажет, «Я в жизни своей лично любил только двух революционеров и вождей – Розу Люксембург и Владимира Ильича Ленина. Никого больше». На исторический спор о праве нации на самоопределение Дзержинский и Люксембург проиграли Юзефу Пилсудскому, который в юности тоже разделял социалистические идеи. Пилсудский был еще более жестким человеком, чем Феликс Эдмуртович. Он вовсе не признавал компромиссов и переговоров. Пилсудский родился на 10 лет раньше Дзержинского и еще успел примкнуть к народовольцам. За участие в покушении на Александра Третьего его отправили в Сибирь. Многие поляки в Первую мировую сражались на стороне России в надежде после войны добиться независимости. С той же целью Пилсудский перешел на сторону немцев и австрийцев. Но в 1917 году он отказался присягнуть германскому императору, за что его посадили в тюрьму. В 1918-м, после краха Германской империи, он вернулся в Варшаву, чтобы взять власть, которая валялась под ногами. В 1920 году войска польского лидера Юзефа Пилсудского нанесли неожиданный удар по Красной армии, стоявшей у ворот Варшавы, и таким образом остановили победоносное шествие коммунизма. Если бы в 1920 году Красной армии больше повезло на Западном фронте, и Польша вошла бы в состав Советской России, Дзержинский наводил бы в Варшаве порядок той же железной рукой. Полякам, пожалуй, досталось бы от него еще больше, потому что в Варшаве у него было много непримиримых идеологических оппонентов. Дзержинский был яростным противником польских националистов, которые мечтали о самостоятельном государстве. Он искренне верил, что полякам лучше было бы оставаться в составе единой Советской России. Выступая на Втором Всероссийском съезде Советов, он говорил, «Польский пролетариат всегда был вместе с русскими. Мы знаем, что единственная сила, которая может освободить мир, это пролетариат, который борется за социализм». Неукоснительно выступая против отделения Польши от революционной России, Дзержинский утверждал, «У нас будет одна братская семья народов без распри и раздоров». В 1917 году он выступал против лозунга большевиков о праве нации на самоопределение. Дзержинский был искренним интернационалистом. Доказывал, национальный гнет может быть уничтожен только при полной демократизации государства, борьбой за социализм. «Сепаратистские стремления направлены против социализма», говорил Дзержинский. «Поэтому мы против права наций на самоопределение». Никакой особой симпатии к полякам Дзержинский не показывал. Выступая на пленум ИЦК в сентябре 23-го, говорил о недовольстве рабочих транспортников тяжелым экономическим положением. «К нам поступили сведения из польской контрразведки, что там ставят вопрос об организации у нас всеобщей забастовки, чтобы помешать передвижению наших войск. Я должен сказать, товарищи, что, к сожалению, на транспорте у нас работает очень много поляков». Дзержинский ненавидел польское руководство. Он был опьянен этой ненавистью, был уверен, что Пилсудский готовит нападение на Советский Союз и считал, что маленькая Польша представляет серьезную военную опасность. 11 июля 26-го Дзержинский доложил Сталину. «Целый ряд данных говорит с несомненной для меня ясностью, что Польша готовится к военному нападению на нас с целью отделить от СССР Белоруссию и Украину. В этом именно заключается почти вся работа Пилсудского, которой внутренними делами Польши почти не занимается, а исключительно военными и дипломатическими для организации против нас сил. Между тем, у нас в стране в широких кругах очень благодушное настроение». Ненависть к Пилсудскому, панской Польше и к польскому национализму не спасла бы Феликса Дзержинского, проживи он чуть дольше. Бывший заместитель наркома внутренних дел Казахстана Михаил Пал Шрейдер вспоминал, как в начале 1939-го, во время допроса, начальник следственного отдела Ивановского управления НКВД, обвинившего в работе на польскую разведку, вдруг сказал. «А мы располагаем данными, что к вашей организации приложил руку и Дзержинский. Вот почему он расстреливал честных следователей. Случайно ли получилось, что Дзержинского, когда он находился в Варшавской цитадели, не казнили? Ленин и Сталин были им обмануты. Сейчас мы располагаем такими материалами». В кабинет зашел начальник областного управления НКВД, который многозначительно подтвердил. «Еще год назад, и я бы не поверил относительно Дзержинского. Но сейчас мы в этом уже убедились. Я лично слышал об этом из уст Берии. И да будет вам известно, что вся родня Дзержинского арестована. И все они дали показания». После гражданской войны Дзержинский взвалил на себя безумное количество обязанностей. Он был председателем Главного комитета по всеобщей трудовой повинности, председателем комиссии по борьбе со взяточничеством, по улучшению быта московских рабочих, по улучшению жизни детей, председателем комиссии по пересмотру структуры всех советских ведомств, председателем общества друзей кино и еще состоял членом президиума общества изучения проблем межпланетных сообщений. «Но все это были второстепенные посты. В большой политике Феликс Эдмундович не преуспел. Он так и не стал членом Политбюро, остался кандидатом. Менее авторитетные в партии люди легко обошли его на карьерной лестнице. По непонятным причинам Ленин не особо его жаловал и не выдвигал в первый ряд». «Дзержинский, крайне самолюбивый, жаловался мне с нотой покорности к судьбе в голосе, что Ленин не считает его политической фигурой», – вспоминал Лев Троцкий. «Он не считает меня организатором, государственным человеком», – настаивал Дзержинский. Ленин действительно был не в восторге от работы Дзержинского. Дзержинский привязывал к себе сотрудников, организовывал их своей личностью, но он был организатором в широком смысле слова. Охлаждение между Ленином и Дзержинским началось тогда, когда Дзержинский понял, что Ленин не считает его способным на руководящую хозяйственную работу. «Ленин назначил Дзержинского председателем комиссии, которая должна была разобраться с жалобами грузинских коммунистов на первого секретаря Закавказского крайкома Серго Орджоникидзе. Серго вел себя очень грубо. Даже ударил члена ЦК Компартии Грузии Кабахидзе, который назвал его «сталинским ишаком». Кабахидзе подал жалобу, но хода ей не дали. Матвей Шкирятов, председатель Центральной комиссии по проверке и чистке рядов партии, хохотал и говорил «жаль, мало попало, только один раз ударил». Грузины предлагали, чтобы Грузия напрямую входила в состав Советского Союза, минуя ненужную надстройку за Кавказскую Федерацию. Как это и произойдет потом. Дзержинский решительно встал на сторону Серго Орджоникидзе. Феликс Эдмундж был против всего, что можно истолковать, как национализм и сепаратизм, писал одному из своих соратников чекистов. «Я лично полагаю, что наше несчастье – это то, что все совнаркомы и другие правительства, органы окраинных республик, относятся к себе серьезно, как будто бы они могли быть настоящими правительствами. Сколько в этом метрофанства и узости политической». Ленин зло обвинил Дзержинского вместе со Сталином и Орджоникидзе в великорусском шовинизме, добавив обидное. Известно, что обрусевшие народцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения. Уже стоял вопрос о том, чтобы снять Дзержинского, но Ленину внезапно стало крайне плохо. Его частично парализовало, он потерял речь, и на этом все закончилось. Дзержинский учитывал новый расклад сил, ориентировался на Сталина, заботился о безопасности генсека. 8 февраля 1925-го писал начальнику охраны правительства Абраму Яковчу Беленькому. «Сегодня при входе с ТОВ Сталиным в театр и около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление. Но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас. При выходе из театра тоже какой-то тип стоял, другой, и тоже читал объявление». «Если это не наше, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите». Но сталинским человеком Дзержинский так и не стал. Через 6 лет после его смерти, в ноябре 1932-го, новый председатель ОГПУ Минжинский написал записку Сталина. Вячеслав Рудольфович просил учредить в 15-й годовщине органов госбезопасности орден Феликса Дзержинского. Сталин написал «Против». 2 июня 1937-го года Сталин, выступая на расширенном заседании военного совета при Наркоме обороны, потряс слушателей неожиданным открытием. Дзержинский голосовал за Троцкого. Не только голосовал, а открыто Троцкого поддерживал при Ленине против Ленина. Вы это знаете? Он не был человеком, который мог оставаться пассивным в чем-либо. Это был очень активный троцкист. И весь ГПУ он хотел поднять на защиту Троцкого. Это ему не удалось. Нарком внутренних дел Николай Иванович Ежов хвалился. Я начал свою работу с разгрома польских шпионов, которые пролезли во все отделы органов ЧК. В их руках была советская разведка. 9 августа 1937-го года Политбюро утвердило приказ НКВД о ликвидации польских диверсионно-шпионских групп и организации польской организации войсковой. Почти с самого момента возникновения ВЧК, говорилось в приказе наркома, на важнейших участках противопольской работы сидели проникшие в ВЧК крупные польские шпионы. Уншлихт, Мессинг, Пиляр, Медведь, Ольский, Сосновский, Маковский, Логановский, Баранский и ряд других, целиком захвативших в свои руки всю противопольскую разведывательную и контрразведывательную работу ВЧК ОГПУ НКВД. Нарком внутренних дел Ежов приказал арестовать всех поляков-политэмигрантов, то есть польских коммунистов, бежавших в Советский Союз, единомышленников Дзержинского и друзей России. Если бы сам Феликс Эдмоныч Дзержинский дожил до Николая Ивановича Ежова, его бы, судя по всему, тоже расстреляли вместе с тысячами поляков, которые предпочли Россию независимой Польши и в результате пали жертвами чекистов. Но почему же Сталин недолюбливал Дзержинского? Об этом в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok